Всем автолюбителям известное кольцо напротив магазина «Ашан». Здесь каждое утро случается ДТП. И последние два года «Ашановское кольцо» стало известно тем, что здесь орудует банда автоподставщиков. За этот промежуток времени было совершено 120 дорожно-транспортных происшествий. И общий ущерб страховым компаниям составил свыше 50 миллионов рублей. Я выезжал на Абласихинскую и почувствовал, что произошел удар в правую сторону моей машины, где бампер и крыло. Но это явно была автоподстава, 100%, потому что как только авария произошла, этот человек вышел из белой машины и начал на меня гнать, что я виноватый, что я делаю, почему я так еду, что такое. И я еще даже не начал отвечать, уже подъехал аварком, уже начинаю это оформлять. Я смотрел в правое зеркало, да, смотрел за этой машиной, и я был уверен, что он меня пропускает. Я не знаю, может быть мне там показалось, или он реально мне фарами моргнул, мол, проезжай, и все. Я был уверен, что я спокойно сейчас выйду с кольца. Но как только я начал пересекать уже крайнюю правую полосу, эта машина ускорилась, и получается, что он в меня как будто въехал. Замудренную схему автоподстав и придумывать не надо. Да чаще всего водители все делали сами, не выдерживали безопасную дистанцию и съезжали с кольца неправильно, не с крайней правой полосы. Тогда инициаторы аварии совершали резкие маневры перед машинами-жертвами и провоцировали аварии. По данным правоохранителей, мошенники действовали на японских праворуких авто. Пострадавших 120 человек и несколько страховых компаний. Шесть страховщиков понесли общий ущерб на 50 миллионов рублей. Самый главный момент – это дорогие запасные части. То есть будут выбирать автопоставщики однозначно, что сама машина по себе недорогая. А когда страховщики рассматривают случай, то там большие выплаты за счет того, что большие стоимости запасных частей. К примеру, случилось ДТП и у машины пострадало дверь, крыло и бампер. Весь ремонт и запчасти у леворуких машин примерно будет стоить от 50 тысяч рублей. Что касается леворуких, еще и японцев. Там сумма от 100 до 150 тысяч. Жертвам мошенников сочувствуют не все. Часть барнаульцев уверены, что виноваты сами люди, мол, неправильно ездят по кольцам. По данным ГИБДД Барнаула за 2022 год на кольце Малахова-Власихинская зафиксировали 25 аварий. В остальных случаях либо расходились на месте, либо проходили через аварком. Однако юристы уверены, защитить себя можно, если среагировать сразу и не прогибаться под автопоставщика. Первонаперво наличие регистратора и соблюдение правил ПДД. Видеорегистратор здесь хотя бы поможет установить факт, имелось ли у лица техническая возможность остановить транспортное средство. Третий аспект – это именно заявлять, вызывать сотрудников, вызывать наряды, проверять данные факты и назначать и проводить трассологические экспертизы. Сейчас банда автопоставщиков задержана. Возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы. Однако нам стало известно, что пару дней назад утром на этом кольце в машину вновь въехал праворукий японец. Совпадение или автопоставщики все еще среди нас? В любом случае, будьте внимательны и проезжайте на кольцах по правилам. Это лучшая защита от развода. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком.